История, юриспруденция, социология. Чтобы разобраться в документах, архивисту требуется полный букет знаний из разных наук. В архивах хранится история страны, города, обычного человека. И работа по сохранению данных будет только продолжаться. А что оставим мы после себя? А что через 95-100 лет будут наши дети, внуки и правнуки рассказывать о нашей жизни? И, конечно, еще больше ответственности ложится на всех нас. Что мы оставим и что в наше новое поколение будет о нас помнить. Архивной службе в России на днях исполнится 100 лет. В Череповце она появилась в 23-м и в этом году городскому архиву 95. Тогда для хранилища специального здания не было. Архиву приходилось находиться, например, в мясной лавке и церкви. Уже 14 лет архив находится на Гоголе. Именно там сегодня и прошло торжество, на котором архивистов поздравляли с профессиональным юбилеем. Череповецкий центр хранения документации, архивная служба города Череповца всегда находились и находятся на хорошем счету. Они всегда в авангарде перемен, чего-то позитивного. На них равняются не только муниципальные, но и государственные архивисты нашей области. В Череповецком архиве лежат документы не только по истории города. Здесь и Чагодощинский, Бабаевский, Устюженский, Кадуйский и Шекснинский районы. Всего более 2000 фондов и около 400 тысяч документов и 26 электронных баз данных. Именно с материалами в хранилище предлагали поработать и школьникам города. Архивисты в честь юбилея провели конкурс. Откликнулись 30 человек. 14 наградили сегодня. На конкурс были представлены исследовательские и творческие работы. Это работы школьников, которые касаются истории города Череповца, историю какого-то конкретного человека. Часть работ, выдержки из этих работ будут публиковаться на странице газеты «Речь», но это вот в летний период. В планах у архива дальше продолжать информатизацию хранилища, а также сохранить так называемые затухающие документы на тех, где чернила высыхают. Работа в архиве должна продолжаться, чтобы не забывалась история. Евгений Макеевский, Александр Шагичев, Денис Катамин. Новости.